Привет, друзья! Все, кто слышит внутри зов севера, любят тундру, свободу и прохладу арктического ветра, усаживайтесь поудобнее. Мы соберем снаряжение для походов по Кольскому. Зима близко. Ну а пока мы поговорим о летнем комплекте. Меня зовут Павел Руденко. Я много лет хожу по удаленным уголкам Кольского в одиночку и организую авторские походы по самым красивым местам Кольского севера. Комары-машка В зависимости от конкретного маршрута, сезон на Кольском начинается с июня по сентябрь. В июне еще лежат снежники. Уровень воды в реках может быть выше обычного, учитывайте это. А весна в самом разгаре появляются цветы. Июль и август это самые популярные месяцы и наиболее стабильные по погоде. Хотя в любой момент температура может опуститься ближе к нолю и начаться сильный ветер с арктическим дождем. В сентябре начинается осень. Ночи становится темнее. Уже нужен будет фонарик после полярного дня. Природа становится ярче на краске, а дожди чаще. Начнем с палатки. Нужно помнить, что особенности Кольского севера, вне зависимости от того, где вы ходите, встаете у озера или отправляетесь в Хибины или на побережье Баренцева моря, это частые ветра. Ветер может сломать любую палатку, поэтому нужно ее правильно выбрать и подготовиться. В ассортименте сплава отлично подходят две модели, на мой взгляд, под Кольский север. Первая палатка это Таргет 2. Какие у нее преимущества? Это внешние дуги. Что это нам дает? Так как на Кольском могут быть дожди, это бывает просто морось, удобно использовать палатку, которая устанавливается на внешних дугах. То есть внутренняя часть при установке и сборке так у нас не замочится. Еще одно преимущество внешних дуг это то, что можно привязать дополнительные оттяжки. Я всем своим участникам рекомендую брать с собой паракорд 30 метров, 2,2 миллиметра. Например, отличный вариант это вот такой паракорд с ветроотражающей нитью. И навязывать его, когда ветер начинает с штормовой, 20 метров в секунду и более. Допустим, буквально неделю назад мы вернулись в Хибин и ветер был 25 метров в секунду на озере Академическом. Эти оттяжки спасли нас и палатки даже не погнулись. Затем не забудьте взять дополнительно также и колия. На этом экономить не стоит и используйте колия либо 2-граны, либо 3-граны, чтобы они в не очень стабильном грунте на Кольском. Там много мха, ягеля, который не так устойчив, держались хорошо. Таргас еще подходит тем, что внутренник полностью из ткани. Это отличный вариант, на мой взгляд, для условий Кольского Севера, когда ветер достаточно сильный. Обычно не хочется иметь сетку, которая будет выдувать тепло. Поэтому при выборе лучше брать 4-сезонный, так сказать, комплект, который часто значится, то есть с внутрянкой из ткани. Плюс эта палатка очень комфортна в использовании. У нее в голове 135 сантиметров, что шире обычного. А к ногам она сужается до 110, сбрасывая так лишний вес. И общий показатель 2,1 килограмма. Это отлично для такой палатки. Второй вариант – это палатка ВИК-1. Это очень интересный вариант, потому что это палатка-пирамида. У нее нет в комплекте дуг. И чем же она для нас интересна и хороша? А тем, что недорогие палатки с небольшим весом, а вес ее всего 940 грамм, пирамиды очень ветроустойчивы и подходят для наших сложных условий. Поэтому, если это ваш не первый поход и есть уже некоторый опыт, а вы хотите сократить вес своего снаряжения, то это хороший вариант рассмотреть его. Я сейчас все чаще хожу, экспериментирую пирамиды. Как раз аналогичную модель. И она хорошо стоит в ветер и 20 метров в секунду. Главное ее надежно закрепить, а в центре добавить вторую трекинговую палку, которая будет удерживать всю нашу палатку, всю нашу конструкцию. Поэтому для одиночек это хороший вариант. Попробовать снизить вес, при этом сохранив ветроустойчивость. А также не забывайте навязывать дополнительные оттяжки. Затем, помимо палатки, не забудьте взять тент, если вы идете командой. Потому что так вы сможете спокойно проводить время вместе, завтракать и ужинать, если начался дождь. Какой лучше тент выбрать? Тут все зависит от количества участников в вашей команде. Например, тент Коу размером 3х4,5 метра отлично подойдет для 8 человек и менее. Материал здесь сипу, что позволяет сократить достаточно вес. И он весьма компактный. Помните, что в большинстве тентов внутри в комплекте не идут оттяжки. Поэтому помним, что перед этим мы брали оттяжки для палатки. Их же можно использовать и для самого тента. А также я рекомендую докупить Line Lock. Потому что в комплекте с тентом практически никогда не идет. Но добавляет настолько комфорта и сокращает время установки. Возможностью отрегулировать натяжение на дереве, не снимая его и не перевязывая. Я им пользуюсь и, собственно, очень быстро и удобно устанавливаю и снимаю таким образом тент. Его же можно брать и если вы идете в совершенно небольшой компании. Допустим, там вдвоем. Но для вас вес не так важен. И это, к примеру, короткий поход. Или вы больше находитесь в одном месте. Это позволит вам все время не сидеть в тамбуре в плохую погоду, а расположиться рядом в лесочке. Если вы в тундре и пошел дождь, но ветер пока еще не очень сильный, то тент можно установить на трекинговые палки. Тут помните, что важно очень натяжение и достаточно большое количество колышек и камней, если они есть поблизости. А также для большего комфорта в некоторые походы рекомендую брать с собой стул. У сплава есть отличная модель. Это Shell Light. Ее вес всего 675 грамм. Это прекрасный стул со спинкой, который добавит вам столько комфорта вечером, утром, на отдыхе, которым вы не пожалеете. Или, если ваши походы в районе исключительно лесной зоны, то можно взять с собой гамак. Его вы используете не для сна, а просто, чтобы посидеть, можно брать для двоих модель Тви или для одного Елси. Не забудьте дополнительно к гамаку взять комплект строп и карабинов для установки. Спальные мешки. Для севера важно не экономить на температуре и количестве утеплителя. Хотя, порой, если вы ходите в походы под прогноз и точно знаете, что в вашей ночевке на ближайшие 1-2 дня температура не опустится, можно брать легкие спальники. Я хожу исключительно с пуховыми спальными мешками, потому что они очень легкие и очень компактные. При этом и зимой, и летом мой спальный мешок ни разу не намокал, не терял своих свойств, и я ни разу не разочаровался в пухе, хотя хожу уже много лет и подолгу в очень сложных условиях. Оба спальника из линейки Гравитон. Модель Гравитон Лайт температурой плюс 6 лимит и Гравитон Комфорт с температурой минус 6 лимит комфорта. Эти спальники с одинаковым утеплителем 850 Fill Power гусиный и обработанной пропиткой от намокания. Эти спальники отлично себя показали в условиях полярного дня, особенно когда ночью солнце полностью не заходит за горизонт, и палатка постоянно получает дополнительный ультрафиолет, и всегда все подсушивается, поэтому в период с июня по июль влияние полярного дня достаточно сильное, и вы, как правило, вообще не увидите в своей палатке никакого конденсата, никакого намокания. Поэтому пух отличный вариант. А в августе и сентябре полярный день уже сходит на нет, появляются более темные ночи, но несмотря на это, пуховые спальники в походах на 7-10 дней у меня никогда не намокали. Главное соблюдать все правила использования, носить их в герме, а в палатке стараться не касаться тента, если вдруг он у вас намокает. Например, можно надеть мембранную куртку на свой спальный мешок. Спальники протестированы по стандарту EN 23537, то есть мы можем их спокойно сравнивать с другими спальными мешками и уже на своем опыте подобрать для себя оптимальный комфорт по температуре. Особенности. В спальнике Graviton Lite есть сквозные швы, это очень легкий спальник, который весит всего 505 грамм в размере регуляр. Именно такой размер я использую и в районе груди. Он имеет теплые пуховые карманы, а в районе ног и спины сквозные. Это позволяет как раз-таки добиться такого низкого веса, и при своих характеристиках он отлично справляется. Помним, что со спины мы всегда изолируемся ковриком, поэтому, неважно, там пенка, надувной или самодувающийся, если он у вас отвечает характеристикам R-Value теплоизоляции, то со спины вам не будет холодно, и я ни разу не мерз со спины, использую его больше 50 ночелок. Собственно, в ногах, если чувствую прохладно, то, как я и говорил, можно накинуть какую-то курточку. И помните, что вот этот спальный мешок стоит использовать с палаткой, которая внутри из ткани, и тент у нее либо низко достаточно, как у Таргаса или Вика можно установить, либо если есть юбка. Тогда он подходит по температуре для тем, кто не мерзлявый и имеет хороший опыт. Для новичков и людей, которые не хотят думать о каких-то нюансах и просто высыпаться тепло и с комфортом, рекомендую Graviton Comfort с лимитом температуры до минус 6. В этом спальнике лично я его использую обычно либо в июне, либо в сентябре, в таком межсезонье, когда уже температуры ночные все чаще могут опускаться до 0 градусов. Он имеет достаточно хороший, просторный крой в ногах. Это позволяет вам подогнуть вашу коленочку ночью и занять нужное положение для сна. За это я и люблю вот эту линейку. Помимо общих характеристик классной тонкой ткани, пуходержащие, пух у меня не лезет, хорошая пропитка, спальники не намокают в сырых условиях. Эти спальники достаточно ярко выделяются на фоне других и их использую я очень часто. Пенки. Это то, без чего спальный мешок не работает. Хотя, несмотря на то, что на севере есть обалденная подстилка из мха или шайников, ягеля, и спится там очень мягко и комфортно, все равно этой теплоизоляции будет недостаточно. Поэтому нужно с собой брать коврики. Какие варианты есть? Это пенка, самонадувающийся ковер и надувной. Я бы предложил рассматривать для Кольского два варианта. Либо пенка, либо надувной, о котором мы поговорим чуть позже. Почему? У пенки есть неоспоримые преимущества. Во-первых, это невысокая цена. Во-вторых, это ее надежность. Что бы с ней ни происходило, какие бы ветки ее ни царапали, угли не летели, ей все равно. А также есть еще некоторое удобство в использовании за счет абсолютной простоты. Мы просто взяли, скинули резинку, расстелили в нашей палатке и уже готово. Я потратил буквально три секунды на всю эту операцию. Любой надувной или самонадувающийся ковер нужно все-таки потратить две минутки, чтобы это сделать, а иногда после походного дня это немножко тяжело. Какие преимущества есть у конкретно этих пенок? Во-первых, это новые модели у сплава. И, как вы видите, есть вариант рулонный и складной. Складной чем хороший, за что его любят? Тем, что вам не нужно тратить время на ветру, в каких-то условиях дождливых и так далее. Он достаточно быстро и просто собирается. Это первый момент. Второй момент. Так как он имеет такую прямоугольную форму, на нем можно сидеть, если вы не берете с собой стул или гамак, о котором мы говорили раньше. То есть вы просто его сняли, раз, и сюда сели. Затем на рюкзак его очень удобно устанавливать в разных форматах. Его можно сделать тоньше, разложить в два и так далее. И есть еще некоторый нюанс у такой рельефной формы. Это то, что когда мы спим на ней, и спальный мешок вот в этих ячейках немножко больше распушается. И пока мы стационарно спим, в этой ячейке собирается больше тепла, и она начинает аккумулировать его, и нам становится несколько теплее со спины. Габариты этой пенки 190 сантиметров в длину и 52 в ширину. Что нам это дает? Допустим, если мы ростом всего 170, то рационально будет отрезать несколько отсеков, чтобы сэкономить вес и объем. Так делают очень многие, и это удобно делать с этой пенкой, потому что она уже прорисовала нам линию отреза. Второй вариант. Это ковер рулонный. Он отличается, во-первых, тем, что уже 60 сантиметров по ширине, то есть подойдет людям, которые пошире и хотят иметь больше комфорта и пространства на пенке. И его длина уже 180 сантиметров, то есть он покороче, и это учитывайте, если, допустим, ваш рост 185, то этот ковер вам не подойдет, и нужно будет смотреть в пользу складного. Затем, теплоизоляция у них Air Value в районе 2, то есть это рассчитывайте на температуру примерно до 0 градусов. Естественно, там учитывается температура не воздуха, а то, на чем мы лежим, грунт, камни, лед, снег и так далее. И это прочитать мы с вами не можем, но в среднем до 0 градусов их можно использовать, не ощущая теплопотерь со спины. Надувной ковер Vision – это то, что нам нужно, потому что ковер надувной имеет толщину 7,5 сантиметров, что нам дает непревзойденный комфорт сна, благодаря тому, что мы уже можем встать достаточно в любом месте, несмотря на то, что там есть камушек или корни, или просто какие-то неровности. Надуваем ковер не до конца, чтобы он имел возможность вот съесть вот этот неровный рельеф, и это позволит нам высыпаться максимально хорошо, а это самое главное, чтобы мы отдохнули, и следующий день мы были полны сил и энтузиазма. Этот ковер отлично подходит для трехсезонного использования, потому что здесь есть синтетический утеплитель, что делает его Air Value в районе 2,2, то есть это показатели до небольшого минуса, я бы сказал, по моим ощущениям, где-то до минус 2. Это основные, самые низкие температуры, которые могут быть на Кольском в течение вышеоговоренных месяцев июнь, июль, август и сентябрь. Этот ковер имеет длину 185, учитывайте это при выборе своего роста. Допустим, лично для меня комфортно было бы спать, если бы мой рост был 185 и было впритык, мне достаточно хорошо, потому что я стараюсь снижать свой вес и уже привык к таким условиям и не испытывал дискомфорт. Но, если ваш рост выше, то лучше выбрать аналогичную модель с названием Fuse. Такие нюансы. Во-первых, это ковер-кокон, который сужается к ногам, это позволяет добиться такого невысокого веса. А затем, есть очень классная штука, силиконизированные вставки, которые не дадут ковру скользить. Они сделаны в формате логотипа сплава. Ковер имеет двойной клапан. То есть, когда мы открываем и надуваем его, там внутри есть мембранка, которая не дает воздуху проходить обратно. При этом, когда мы сдуваем, открываем ее, и ковер достаточно компактно складывается. Такие ковры лучше всегда складывать в три части. То есть, сложили одну часть и вторую. И затем плотненько скручиваем. Коврик имеет очень компактный сложенный вид, несмотря на утеплитель внутри. И, например, в совокупности со спальным мешком Graviton Lite, их вес всего килограмм, и упаковываю я их следующим образом. Беру очень классные гермы. Для спальной системы использую герму на 12 литров. Кладу туда внутрь ковер. Затем спальный мешок из родного чехла перекладываю в герму. Родной чехол остается дома. Туда же обязательно добавляю подушку. Поэтому подушка, имея очень компактный сложенный вид и низкий вес, добавляет ни с чем не сравнимое количество комфорта, потому что вы можете регулировать, какая должна быть толщина, что-то еще подложить и так далее. И весь ваш позвонок, все ваше тело ночью максимально хорошо отдыхает. Подушка готова. В прохладную погоду или, если вы чувствуете, что ваши ноги мерзнут, используйте пуховые или синтетические чуни. В данном случае это пуховые чуни. Когда вы их надеваете, ноги испытывают ни с чем не сравнимый комфорт, потому что наше периферие – это конечности руки. И в данном случае ноги, которые находятся достаточно далеко от основного источника тепла. А источник тепла в спальном мешке – это мы, где тепло выделяется в районе груди подмышек и паховой области, в ногах мы можем ощущать вот этот дискомфорт и некоторую прохладу. Поэтому чуни отлично решают эту историю. И в межсезонье и зиму я всегда беру с собой пуховые чуни. Синтетические стоит выбрать. Если вы замечаете, что ваши носки, допустим, часто намокают в походе и хочется просушить, или есть какие-то риски с намоканием, тогда в синтетических чунях ваши носки немножко и подсохнут, ну и вам просто будет комфортнее, они просужат весь поход. И второй вариант – это можно использовать флисовые чуни. Они имеют свободный крой, достаточно небольшой вес, их также можно надеть просто вечером в лагере, используя совместно с сандалями или кроксами. И это будет отличное решение. Поэтому я возьму пуховые чуни и добавлю к своей герме. Эти гермы достаточно классные, и они не набирают воздух в течение дня. То есть остаются достаточно компактными. И это вся моя спальная система, которая едет в самом низу рюкзака. Поехали дальше. Рюкзаки. Если вы рассматриваете рюкзак для себя достаточно легкий, чтобы не было никаких лишних элементов, и снижаете свой общий вес снаряжения, то вам однозначно стоит обратить внимание на рюкзаки-сплав. Здесь есть достаточно интересная, уникальная линейка, которая производится очень небольшими партиями в России. И в данном случае у меня в руках сейчас сплав Градиент версия 3 на 60 литров. Чем интересен этот рюкзак? Тем, что его вес килограмм 250 грамм. Это очень небольшой вес для такого объемного мешка. Чем он интересен? А тем, что он сочетает в себе очень хороший баланс между весом, комфортом и ценой. Например, в отличие от чуть более легкой модели Градиент Лайт, здесь в версии V3 более комфортный, жесткий и мягкий пояс. Жесткий в смысле по поддержке и мягкий именно по прилеганию к телу. Есть внутри лата, который в совокупности достаточно неплохо разгружает общий вес. А также, что еще интересно в модели? Во-первых, здесь классная система карманов. Если вы используете бутылку с водой мягкую, то ее можно убирать вот в этот карман, который будет у вас на поясе всегда в доступе. Ну, собственно, чуть, может быть, не полный литр сюда легко убирается. Если вы используете жесткую бутылку, то ее можно убрать в кармашек чуть дальше, который на сетке. Выглядит это следующим образом. В данном случае на мне модель размером L. Она садится очень хорошо. Рост у меня 177. И длина спины 51 сантиметр. Это если меряем от позвонка C7 до гребня подвздошной кости. Если у вас схожие параметры, то обращайте внимание именно на модель L. Если вы чуть пониже или спина покороче, то уже рассматриваем модель M. Так вот, вернемся к нашим карманам. В плане доступа. Очень удобная сюда и помимо бутылки с водой, которая будет здесь, и вы сами ее сможете всегда доставать, чтобы попить в процессе маршрута. С другой стороны все эти карманы дублированы. И тут можно использовать что-то, что нужно вам в быстром доступе. Например, там, москитная сетка, или мультитул, или батончик, ну и другие вещи. Затем возвращаемся к карману, который используется с жесткой бутылкой. Так как он эластичный и есть удобный доступ для руки, треккинговые палки мы берем в одну руку, а бутылку во вторую и убираем, собственно, сюда. Это удобно. Затем нужно помнить, чтобы рюкзак был легким, он должен быть минималистичным. Поэтому здесь нет никаких дополнительных входов, молний и так далее. Основной доступ сверху под клапаном. В начале это может казаться каким-то неудобным, но я хожу с такими рюкзаками уже огромное количество лет и привык к ним максимально быстро. Все, что от вас требуется, систематизировать свою укладку вещей. То есть каждые вещи в свое место. Обычно это распределено по гермам, допустим, спальная система, вещи, продукты и электроника. Электроника, затем палатка обычно где-то сверху, потому что вы в последний момент ее убираете и первый достаете вечером в лагере. Определили место для своих вещей в рюкзаке и тем самым все полностью убираете возможность использования этих молний. Это сильно снижает вес и просто удобно и минималистично. Здесь есть резинка, под которую можно убирать как раз таки, фиксировать пенку, если вы идете в лесной зоне. Это гораздо удобнее, нежели пенка будет зафиксирована вот здесь сбоку. Потому что она в данном случае уже будет цеплять ветки. Клапан здесь поднимается на стропах, то есть набить вы его можете достаточно хорошо. Ну вот такой рюкзакан из 60 литров лично мне в одиночном походе хватит на две недели однозначно, потому что тут, если даже я возьму много с собой еды, не очень компактный. Есть еще внутри такой тубус, который несколько увеличивает наш объем, тем самым помещается достаточно много вещей. Но если у вас вещи чуть несколько более объемные или больше километража и время в походе, то есть такая же модель 80 литров. Кольский Север открывает для нас огромное количество разных всевозможных маршрутов. И если вы запланировали что-то более эпичное, долгое, комбинированные пешеводные походы или пеший большой без забросок, то рассмотрите новую модель. Называется она сплав Дракар 110 литров. Какие особенности у этого рюкзака? Первое. Тут уже появляется фронтальный доступ на молнии, который раскрывается как чемодан. И для такого большого литража мы получаем больше комфорта в упаковке и в том, чтобы достать необходимую вещь. Вот, собственно, открывается так полностью фронтальная часть рюкзака. При этом она вся зафиксирована здесь на стропах, чтобы на молнию не было никакой нагрузки. И тем самым полностью убрать возможность какой-то ее поломки. Затем есть удобные ручки, которые можно совершенно по-разному транспортировать, забрасывать в трансфер в заброску или просто помочь товарищу, чтобы поднять тяжелый рюкзак. При этом вес 110-литрового дракара всего килограмм 880 грамм. И это очень хороший показатель. Особенно если у вас вещи больше объемные, чем тяжелые, тогда вообще идти будет с ним одно удовольствие, один комфорт. Для минимализма вместо клапана сверху здесь используется скрутка Roll Top, которая также убирает лишние молнии, швы и делает этот рюкзак максимально легким. Все вещи и снаряжение не забывайте обязательно упаковать в гермы, потому что рюкзак может промокнуть после сильных дождей и всякой лютой погоды на севере. Затем используем обязательно чехол от дождя, который надевается сверху. Если в чехле от дождя вы видите, что нет фиксации в средней части, то есть какого-то фастека, который соединял бы чехол здесь, то лучше это дошить самостоятельно. И не пугайтесь этого, многое снаряжение нужно дорабатывать самостоятельно и адаптировать под условия, которые нас окружают. А на Кольском я неоднократно сталкиваюсь с тем, когда поднимается ветер 20 метров в секунду, чехол, который надет на рюкзак, срывает сильным порывом, и вот у вас уже больше нет защиты. Поэтому подумайте об этом заранее. Если у вас панируется на маршруте радиальные выходы, то стоит взять очень классный и легкий рюкзак. Это линейка Клевер, есть рюкзаки на 23 и на 25 литров, они очень компактные, легкие, и подойдут, чтобы взять их с собой и упаковать там мембранную куртку, водичку, взять фонарик и какое-то утепление, пока вы отошли от лагеря на час, три, четыре, или даже на целый день. Трекинговые палки. Зачем они нам нужны? А за тем, что когда мы идем по тундре, без троп, это абсолютно неровная поверхность, и наши мышцы-стабилизаторы очень сильно загружены, и ноги гораздо быстрее устают, и нам хочется просто лечь и лежать. А также в каких-нибудь хибинах или львозерских тундрах, на перевалах, которые стоят полностью из камней, где стабильность под большим вопросом, палки добавляют вот этот необходимый комфорт. Какие выбрать? Во-первых, мне нравится очень вариант облегченных, называются они Carbon Mountain Pro. Эти палки, одна штука весит 195 грамм, это хороший показатель для достаточно толстой, надежной палки из карбона. Фиксация. Клик-клок, то есть мы открыли, выдвинули на нужное расстояние, один раз запомните для себя, допустим, я использую длину 125 сантиметров, здесь немножко подкрутили, и с легким усилием зафиксирую палку, чтобы она уже не складывалась у нас. Затем обратите внимание, что в комплекте с палками, вот здесь наглядно видно, идут два типа колец. Первый тип маленький, как раз таки для лета, а второй большой для зимы. Зачем нужен маленький для лета? Когда мы используем палку, идем между камнями, ставим эту палку, упираемся в маленький, в маленькую россыпь камней, она может где-то там застрять и мешать нашему передвижению. Или когда мы упираемся ей в мох, она тоже или в траву, может проваливаться глубоко, и как раз таки вот это кольцо не дает ей это делать. Разница в использовании с ней и без нее очень большая, поэтому я даже себе беру всегда в ремнобор запасное кольцо, потому что на нее воздействие очень большое, иногда они ломаются или теряются, ну это расходник, поэтому я, собственно, всегда слежу, чтобы они у меня были. Использование с карбоном, помните, что это уже несколько более продвинутое снаряжение, надо обращаться с ним аккуратнее, то есть нагрузки вертикальные, они выдержат очень хорошо, горизонтальные не очень, поэтому будьте аккуратны. Следующий вариант, несколько более базовый и простой, это линейка палок Mountain Allu, там есть две модели. Если вы достаточно худощавый, как я, и ваш вес, это просто, по моим ощущениям, до 75 килограмм, то я бы взял палку модели Mountain Allu. Здесь древка самая толстая, 16 миллиметров. Она достаточно легкая, удобная, 240 грамм весит одна палка. Если ваш вес поболее, или вы не уверены в своей устойчивости, в голеностопе, или используете тяжелый рюкзак, то лучше взять несколько более мощную версию этих палок Mountain Allu. Здесь уже древка шириной 18 миллиметров, есть продление ручки, что позволяет более удобно перехватываться на подъемах и спусках. Друзья, а теперь поговорим об одежде, которую нам нужно собрать для похода на Кольский полуостров. За долгие годы, попадая и в проливные дожди, в сильные ветра, и в палящее солнце в условиях полярного дня на Кольском, я подобрал для себя очень удачный, на мой взгляд, комплект, который закрывает вопросы совершенно в разных условиях нестабильной погоды заполяря. Этот набор состоит из пяти слоев. Первый и второй слой это базовое тормобелье. Первое потоньше, второй слой чуть потолще. Это позволяет нам лучше адаптироваться под изменчивые условия, условно, если мы идем в плюс пятнадцать тонкое тормобелье, если идем в плюс пять, уже поддеваем толстое тормобелье. Затем идет третьим слоем софтшелл, куртка и штаны. Четвертый слой это мембрана, вверх и вниз. И пятый слой это утепляющий слой, который используем мы в лагере, когда прохладно и наша активность значительно меньше. Теперь разберем все в деталях по слоям, начиная с первого базового. Все начинается с нижнего белья. Отличным выбором будут трусы-боксеры модели Motion. Я их люблю за то, что они максимально тонкие, из синтетического материала и не впитывают влагу, и очень хорошо ее отводят, поэтому в них никогда не жарко. В поход на неделю, конечно, в зависимости от вашего стиля и подхода, стоит брать две или три модели. Но если вы легкоход, то можно обойтись и одной. Затем, футболка. Здесь я взял модель, называется Logo. Позаимствовал ее у наших собратьев-бегунов. Она с длинным рукавом, лонгслив, и отлично подходит под задачи туризма на Кольском. В чем плюс? Во-первых, длинный рукав защищает руки от солнца, от ветра, если начинается прохладный ветерок, и от комаров. Потому что самое ужасное, это когда вы идете и чувствуете, что у вас где-то там на локте, где не видно, начинает кусать какая-нибудь мошка или комар. Затем, термобелье, которое надеваем на ноги, то есть кальсоны, тоже модель Motion. Такая же тонкая, и это идеальный выбор, если вы планируете использовать мембранные штаны. Под них обязательно надо надеть максимально тонкое термобелье, которое не будет вас утеплять, чтобы в движении не было жарко. Второй базовый слой термобелья. Я выбрал модель Golf Stream Light. Она достаточно хороша, закрывает погоду и температурные условия чуть прохладнее, нежели мы поговорили о первом слое. Здесь уже гридовая структура, которая позволяет достаточно хорошо сохранить тепло, при этом у нее очень высокая дышимость, и вы не будете перегреваться. Использовать или не использовать второй базовый слой очень сильно зависит и от условий, и от продолжительности похода, и от вашего отношения к неприятным, курьезным ситуациям, когда дождь начинает лить трое суток, и ваше основное термобелье промокает. Вот в таких случаях вы все-таки хотите с собой нести какой-то запас сухой, в котором вы ляжете в спальный мешок, или готовы обходиться одним своим слоем, который вы будете просушивать на себе. Вот это вопрос открыт и зависит от вас. Я обычно беру второй комплект, который, во-первых, мне помогает лучше подстраиваться под ситуацию, и вот служит тем запасом, спасательным одеялом, когда нужно переодеться полностью в сухое. Третий слой это softshell. То, что я больше всего использую в походе и очень люблю за свои характеристики. А какие они? А характеристики здесь следующие. Во-первых, разберемся, что это. штаны softshell я думаю, что используют абсолютно все, ну или 90% туристов, и они хороши тем, что softshell в себе сочетает удивительные свойства. Во-первых, это некоторые эластичности, то есть, когда мы двигаемся, они не сковывают движение, затем они очень хорошо дышат, то есть, в них мы не перегреваемся. Главное выбирать максимально тонкие модели, особенно, когда мы идем в июне и июле, и полярный день нас может очень сильно нагреть, и как раз-таки модель Action Flex Light отлично подходит для этого. Здесь у меня и штаны, и куртка. А вот с курткой, как правило, туристы несколько меньше знакомы, а для Кольского это отличный вариант. И путешествуете вы в районе Белого моря по тундре, или в районе Мурманского берега по тундре, или идете в Хибины, Ловозерские тундры, сальные, Туадаш, тундры и так далее, везде на Кольском может дуть ветерок, и он дует обычно всегда или очень часто в той или иной степени, иногда это даже 5-7 метров в секунду, но идти уже в футболке некомфортно, потому что вас продувает. И обычно люди хотят надеть какой-то следующий слой типа флиски, но флиска вас перегревает, при этом, когда подул ветер, продувается. И как раз-таки Soft Shell это то, что защищает нас от вот этих погодных условиях, все, что не дождь, то есть от ветра и солнца, и когда становится немножко прохладнее. Куртка очень простая, имеет капюшон, то есть если вам холодно в районе там шеи или задувает в уши, то надеваем его и сохраняем вот необходимый комфорт. Есть базовое количество карманов, поэтому Action Flex Lite отличный вариант для походов летом на Кольском. Переходим к четвертому слою мембранному. В чем его фишка? Этот слой защищает нас на 100% от ветра, поэтому, когда дует арктический сильный ветер, я надеваю мембранную куртку и штаны. И второе, он защищает нас от дождя, что невероятно комфортно по сравнению с обычными плащами, потому что мембрана имеет дышимость, а под рюкзаком, когда мы идем по горам, по тундре, тело вырабатывает достаточно много тепла и нагревается, чтобы охладиться, вот этот пар должен выйти и в плаще нам становится жарко, а в мембранке все еще комфортно. Какие есть варианты? У нас их с вами два. Первая куртка минима, а вторая куртка баланс. Какую из них выбрать? Это зависит от нескольких факторов и показателей. Я бы упростил, наверное, выбор до того, что минима весит 330 грамм, а баланс 550 грамм. И это то, что определяет дальнейшие характеристики. То есть, если у вас не очень тяжелый рюкзак, до 20 килограмм, если вы не ходите по кустам, буреломам и так далее, то стоит выбрать вариант полегче, минима. То есть, пока она едет у вас в рюкзаке, она будет меньше вас отягощать. При этом, если у вас эксплуатация более жесткая, допустим, вы там лазите по скалам в хибинах, или ходите буреломом, или валите сушняк и на себе тащите в дождь эту сушину, то лучше использовать куртку баланс, ее ткань плотнее, она будет дольше вам служить, и из особенностей здесь уже присутствует вентиляция под мышкой, которая тоже позволит вам несколько расширить диапазон использования. С курткой разобрались, а теперь штаны. Штаны это тот элемент, который как и в софтшеле куртка редко используется, так и в мембранных вещах штаны тоже используются не часто и не всеми, а очень зря. Например, я для себя очень давно открыл мембранные штаны, и вот для чего они нужны. Первое, когда мы идем в дождь, который льется на нас, стекает с мембраны куртки на софтшел штаны, и все это затекает в ботинки, поэтому ботинки будут всегда мокрые, если мы не используем мембранные штаны. И даже какие-нибудь гамаши не сильно помогут в этой ситуации. Поэтому первый вариант, мембранные штаны сохраняют сухость наших ботинок. Второй вариант, это ветер и прохладные условия защищают нас от непогоды. И их классно использовать в лагере, когда вы находитесь без высокой активности, надеваете их поверх ваших основных штанов, и, соответственно, комфортно отдыхаете, ужинаете, наблюдаете полярное сияние. На что стоит обратить внимание? Это модель мембранных штанов Минима. Они самосбросы. Во-первых, во время движения мы можем приоткрыть здесь и увеличить нашу вентиляцию. И, наоборот, когда внезапно начался дождь, мы открываем молнию и, собственно, благодаря этому можем залезть сразу прямо в ботинках, надеть эти штаны, не снимая, не развязывая шнурки и так далее. Это очень сокращает время надевания и убережет нас от дождя. Пятый слой утепляющий. Этот слой мы надеваем, когда приходим вечером в лагерь или когда просыпаемся утром, а на улице не очень-то и тепло. Что здесь нужно надеть? Во-первых, это утепленную куртку. Для Кольского Севера я рекомендую однозначно именно синтетическое утепление, потому что, в отличие от пухового спального мешка, который всегда находится в палатке и закрыт от внешних жестких условий, внешней влаги, то куртку мы всегда используем на улице, поддеваем под мембрану, где-то может торчать капюшон или рукав, и это все может намокать. И в случае с пуховой курткой выпивать быстрее и вам может быть теоретически где-то холодно. А синтетический утеплитель в внешнем использовании служит гораздо лучше и меньше намокает, его легче потом просушить на себе, просто, допустим, посидеть вечером в палатке, пока готовитесь ко сну, ваше тепло его прогреет и куртка снова будет сухой. Какие модели можно использовать? Первый вариант куртки это сплав Base Primaloft. Здесь утеплителя 60 грамм на квадратный метр. Это синтетический утеплитель Primaloft. И он отлично подойдет для немерзлявых на весь сезон, который мы с вами обсуждали с июня по сентябрь. При этом, если вы замечаете за собой, что вам бывает все-таки холодно, то тогда я рекомендую еще добавить к этому утеплению флис где-нибудь 100 грамм на квадратный метр. Это будет тем дополнительным слоем, который позволит вам абсолютно расслабиться, отдыхать и не мерзнуть в походе. А это очень важно, потому что в походе надо получать исключительно положительные эмоции. Здесь есть капюшон. И, собственно, если вы несколько более мерзлявый человек или планируете расширить сезон использования куртки, то можно взять вторую, точнее не вторую, а вместо этой модели сплав-барьер Primaloft тут уже 100 грамм утеплителя на квадратный метр. И эта куртка будет достаточно теплой, и в летних походах она вам перекроет большинство условий, и даже флиск уже не надо будет брать дополнительно. И переходим к аксессуарам. Что вам понадобится? Это кепка, затем шапка вечером в лагере или в спальнике. Очень важно закрывать голову, потому что 30% тепла теряется как раз-таки через нашу голову. Соответственно, классика это баф, который я использую всегда и во сне, надевая на шею, чтобы защитить ее от ветра и защитить спальник от ненужных загрязнений, которые случаются в походе за неделю-две без душа. Ну и, конечно же, перчатки обычно флисовые, которые быстро сохнут, если они промокли. Это то, что мы можем надеть в достаточно прохладную погоду и уютненько взять кружку с чаем и отдыхать. А теперь выберем обувь. Самым лучшим вариантом, на мой взгляд, являются кожаные туристические ботинки, потому что они очень хорошо поддерживают голеностоп. Когда кожаный ботинок правильно зашнурован, при каких-то неровностях он помогает нам не повредить нашу ногу. Затем хорошо защищает нас от всех внешних воздействий. Например, когда мы идем через перевал Арсеньево-Восточный и вокруг одни камни, то наша нога будет хорошо защищена. Или по движению в тундре, когда после дождя мхи или шайники набирают в себя воду, ботинок начинает сильнее намокать и какие-нибудь тканевые сетчатые ботинки достаточно быстро намокнут. Кожаный ботинок с мембраной продержится гораздо дольше и при этом у нас есть некоторая магия, которую мы используем в наших походах по Кольскому, которая позволяет сохранять наши ноги сухими. К вашему вниманию носки Dex Shell. Это модель Ultra Thin, которая позволит нашим ногам совершенно не промокнуть, когда мы их используем в совокупности с кожаным ботинком. То есть, если ботинок после движения 6 часов под дождем, гарантированно даже новый, вощеный, обработанный в условиях отсутствия тропы будет промокать, мы утром сразу надеваем мембранный носок, который, вот ту влагу, которая попала в ботинок, как раз он с ней справится и защитит ногу, и нога будет сухая, вследствие и теплая. То есть, вы вечером придете в абсолютном комфорте и все мои участники распробовали эти носки и, собственно, берут даже по две пары, чтобы вообще прям все было сухенько и в более длительных походах больше недели, когда на 10 и 12 дней. Как можно еще поступить? Во-первых, либо взять вот эти более тонкие носки модели, либо модель DexShell Tracking Green. Они сами по себе потолще, чуть потеплее и главное, чтобы они поместились в ваш ботинок, потому что объема они занимают несколько больше. Какой еще момент можно использовать? Например, когда движение достаточно длительное в мембранных носках, из-за того, что они сами по себе достаточно простые по крою, потому что тут внешний слой ткани, внутренний слой ткани, а внутри мембранка. И эта мембрана невозможно сделать как-то сложно сочиненной, поэтому этот носок сидит на ноге хуже, чем классический трекинговый, который имеет анатомичные зоны, поддерживает нас, никуда не соскальзывает и защищает от мозолей. Так вот, чтобы в мембранном носке не было мозолей, если у нас впереди большой километраж, то рекомендую использовать лайнеры. Этот носок так и называется сплав-лайнер. Он очень тоненький, и мы, получается, с вами надеваем его на ногу, затем мембранный декшелл, и затем ботинки. И такой набор сохранит обувь и ноги максимально сухими и теплыми, и защитит нас от мозолей, потому что один носок трется об другой, а не об кожу. Используйте этот лайфхак. А если погодные условия достаточно сухие, так чаще всего и бывает, то мы используем подходящую модель для этого на Кулмаксе. Называются они сплав-хайк и отлично подходят для всех летних походов. И рекомендую в среднем на неделю брать три пары, то есть в одну пару вы будете использовать примерно два-три дня. Если больше, то они уже будут в неприглядном виде, их нужно будет стирать, они всегда получаются просушить. Это лишние трудозатраты, поэтому просто берете три пары таких носков. Также перед каждым походом рекомендую подготавливать свое снаряжение и экипировку. Например, для ботинок, которые мы обсудили, стоит использовать водоталкивающую пробитку. Она может быть в совершенно разных видах и на водной основе. Всегда читайте инструкцию, как ее использовать, что она нам дает. Во-первых, ботинок, который мы почистили с предыдущего раза, в идеале завощили. Воск позволяет коже сохранять эластичность, не трескаться и сужить нам дольше. И поверх всего этого уже обработали пропиткой. Эта пропитка создает слой поверх ботинка, который дышащий, то есть он сохраняет свою дышимость, при этом защищает нас от избыточной влаги, то есть капли соскальзывают с самого ботинка, и он в сложных условиях просужит вам дольше. конечно, какие-то механические воздействия, вроде снега или прям мокрой травы, которая механически воздействует на ботинок, эта пропитка будет сходить быстрее, но порой даже на 2-3-4 часа продления сухости в ногах это очень хорошее подспорье. Эту же пропитку можно использовать и, например, обработать кепку или перчатки, или рюкзак, где-то лямки, чтобы они сильно в себя не впитывали. Я обычно покупаю достаточно много пропитки и обрабатываю все свое снаряжение. Затем также не забудьте взять в поход, если вы отправляетесь уже в конце июня, в июле и в начале августа спрей от комаров и мошки. Какую-нибудь дету. При этом не забываем про сетку москитную, которую мы можем использовать, чтобы нас комары вообще не докучали. Комары и мошка нам теперь не страшны фонарь. А кольском он нам понадобится начиная с августа и, собственно, до следующего года. Потому что действие полярного дня заканчивается, ночь становится все темнее и, например, 10 августа, если нет сильной облачности, то вокруг вообще все видно. Но какие-то детали уже в таком сумраке можно не разглядеть, поэтому примерно в эти даты уже хочется вечером надеть фонарик, чтобы, собственно, рассмотреть, что под ногами. Или его приятно использовать, когда уже принимаете пищу, чтобы делать это не в сумерках. В июне-июле фонарик вам не пригодится, поэтому смотрите от месяца, когда отправляетесь в поход. Посуда. Я приверженец того, чтобы использовать титановую посуду. Она наиболее легкая, универсальная, ее можно поставить и в костер, чтобы подогреть еду или вскипятить воду, если это вдруг понадобилось незапланированно. Ее можно использовать и на горелке, и легко мыть, и так далее. Какой набор? Саму кружку рекомендую объемом 450 миллилитров. Как правило, это самое универсальное, его хватает прям вровень, чтобы полностью напиться. Если вы привыкли пить очень много и условия в походе вам позволяет, то берите 600 миллилитров кружку. Эта кружка должна у вас помещаться в вашу тарелку, которая похожа также на кружку, но только большим объемом. Здесь 900 миллилитров. Эти 900 миллилитров отлично подойдут и для супа, и для макарон, для всех блюд. Здесь ничего не будет вываливаться, при этом есть крышка, если вдруг вы захотите вскипятить также воду для себя, если идете не в групповом походе, а уже в одиночном. Ловилка. Это то, что нам нужно. Этот вариант наиболее интересен и оптимален. Во-первых, потому что он складывается и компактно его можно убрать внутрь посуды. Когда мы его открыли и зафиксировали, это наша ловилка. Позволит и что-то наколоть, какие-то походные блюда, и при этом супчик поесть. Лучше использовать одну, чем две, на мой вкус, чтобы не нести лишнего, это там не громыхало, и в минимализме красота. Какой турист без ножа? Да, на самом деле, многие туристы ходят без ножей, работать, например, с костром или нужно порезать продукты в походе, то, собственно, понадобится нам какой-нибудь нож. Вариантов их достаточно много. И вот эта модель Мора Форестер Бушкрафт мне очень нравится. Во-первых, здесь очень удобная рукоять, ее приятно держать, хорошо работать с деревом, если надо насрогать лучины или какие-то веточки подрезать. Если кто-то забыл ложку, можно этим ножом ее вырезать в походе. Собственно, очень удобен и универсален. Его можно зафиксировать на поясе. И так как он зеленый, я его еще дополнительно обмотал красной изолентой, чтобы он был заметнее, когда я его положил куда-нибудь в мох. Горелка. Какое использовать на Кольском Севере? Я больше всего люблю интегрированные системы. Они хороши тем, что здесь котелок крепится сразу к горелке. Есть прекрасный радиатор, который защищает нас от вездесущего ветра. То есть пламя не задувает, его эффективность не теряется и очень удобно использовать. Также помним, что расход газа меньше, чем в классических горелках. В зависимости от модели это может быть, как правило, на 30-40%. И эта экономия уже заметна, если мы идем на неделю и больше. Это модель Solo. Ее объем 0,6 литра. Она отлично подойдет для одного человека. горелка и вес всего 350 грамм. Для интегрированной системы это весьма неплохой показатель. Легкоходно ее назвать нельзя, но как классическая базовая горелка, она весьма хороша. Если вы хотите снизить свой вес и ходите в более короткие походы, то отлично использовать горелку Swift. Это классическая наболонная горелка, вес ее 100 грамм и она совместима как раз с той посудой, которую вы используете. То есть наливаем 900 мл титановую посуду воду, включаем, кипятим, ну, собственно, можно принимать пищу. Поэтому подход такой, но помните, что для этой горелки понадобится дополнительная ветрозащита. Ее можно сделать совершенно из разных условий. Есть специальная, можно готовить очень аккуратно, если вас позволяет опыт в тамбуре, но помните всегда, что могут быть совершенно разные условия. Допустим, мой товарищ буквально неделю назад в походе по Кольскому готовил в тамбуре, он ходил один, и ветер, горелка у него упала и прожгла внешний тент его палатки. То есть вот такая там дырка образовалась. Поэтому помните, что это очень опасно и рискованно и с точки зрения прожечь что-то и с точки зрения выделения газов и уменьшения кислорода внутри палатки, поэтому вентиляция должна быть просто максимальной. Будьте аккуратны. Горелка Flame Plus. Это то, что я использую всегда в своих походах, командных, групповых, потому что с цанговым баллоном эта штучка может разжечь любой костер. Удобно использовать и с печкой, если вы ходите зимой и подогрели немного баллон, и летом, чтобы разжечь костер, чтобы ускорить закипание основного котла на горелке, просто включаете и также разогреваете его, или для того, чтобы поджарить кольские бутерброды. Очень легкая, простая, недорогая, но добавляет много комфорта. Дорогие друзья, север невероятно привлекательный, именно поэтому я туда езжу. Его красота настолько минималистична и притягивает, поэтому чаще путешествуйте на Кольский север. Любуйтесь ею и обязательно берите с собой непромокаемый блокнот, чтобы записывать все мысли, которые приходят к вам. Не забывайте это делать и утром, и ночью, записывайте все свои сны, все идеи, которые приходят вам. Я уверен, что по возвращению они помогут изменить вашу жизнь к лучшему, приободрить вас. Поэтому увидимся на Кольском. Пока!